Уважаемые участники встречи, бурное индустриальное развитие в прошлом столетии привело к изменению климатических условий на нашей планете. И если сегодня не предпринят кардинальных мер по сокращению загрязнения окружающей среды, то мы поставим под угрозу жизнь следующих поколений землян. Ученые утверждают, что многие проявления изменения климата вследствие деятельности человека уже сейчас приобрели необратимый характер. Очевидно, что сегодня неизбежна адаптация к последствиям изменения климата. В этом отношении эффективность дальнейших шагов мирового сообщества будет зависеть от их скоординированности. Причем большая нагрузка должна лечь на промышленное развитие страны, на долю которых приходится львиная часть вредных выбросов, загрязняющих атмосферу и водные ресурсы. Развивающиеся страны значительно более подвержены негативным последствиям изменения климата. Оно напрямую влияет на снижение уровня жизненных стандартов, объема средств к существованию, усиливает уязвимость их населения и в конечном итоге сводят на нет все усилия по искоренению бедности, нищеты и голода. Согласно данным доклада ООН о человеческом развитии, за 2007 год в результате глобального потепления более 330 миллионов человек станут в ближайшей перспективе экологическими беженцами, а почти 2 миллиарда жителей планеты будут лишены доступа к питьевой воде. Такая тенденция определенно не может не вызвать серьезную озабоченность. Поэтому сегодня назрела срочная необходимость предпринятия жестких мер по оздоровлению климата Земли путем применения комплексного подхода, включающего меры по сокращению эмиссии парниковых газов, улучшению состояния естественных поглотителей углерода, использованию возобновляемых источников энергии, разработке и широкого применения энергосберегающих технологий, современных методов орошения и других адаптационных мероприятий. Причем должна быть обеспечена доступность этих ноу-хау для всех без исключения стран и регионов планеты. Конечно же, в осуществлении этих мер ключевая роль принадлежит организации объединенных наций, ее учреждениям и структурам. Инициированное ими обсуждение всего комплекса вопросов, связанных с изменением климата, должно позволить достичь всеобъемлющего соглашения по всем аспектам минимизации влияния последствий этих явлений. При этом важно осознание приоритета общепланетарных интересов над узконациональными и региональными. Мы надеемся, что предпринимаемые сегодня усилия увенчаются успехом, и общими усилиями всех членов мирового сообщества мы сможем обеспечить комфортные условия жизни для нынешнего и будущего поколения землян. Другого выхода у нас попросту нет. Продолжение следует...